И всем привет дорогие подписчики, зрители и гости моего канала. С вами Димк Фёдоров и я снимаю для вас очередной ЛП по игре Танков Онлайн. В этом ЛП я хочу сыграть на Мамонта от Винсе, в красочке изумруд, на такой карте, как и всем известная, Полигон. Да, почему именно Полигон, я сам не знаю, я очень давно играл именно на этой карте и думаю решил для вас заснять ЛП именно на этой карте. И вот именно в таком формате, как захват точек, потому как я играл либо захват флага, либо сам за себя, либо же команда на команду, на очки. Или нет, на очки вроде бы не играл, но в общем поиграю еще и очки и так далее. Как мы видим, мы выигрываем совсем чуть-чуть, с небольшим отрывом по точкам, но этот отрыв, если синие соберутся, а я думаю они соберутся, предоставят нам хороший, такой ощутимый нагиб, сопротивление. И я думаю ЛП получится интересный, вам будет интересно смотреть, а мне соответственно интересно будет играть. Сегодня вот я зашел в игру и первым же делом я увидел такое вот незначительное обновление. Как мы видим, вот сейчас уже есть такие игроки, которые приобрели новые красочки от молота. Ну соответственно там не только от молота, там еще добавлены, я вот смотрел, там вроде бы 6 красочек их, красочки интересные, они красиво сделаны. И соответственно я вот как только насобираю кристаллов, и будет хватать мне на красочку какую-нибудь, я конечно же приобрету именно от этой пушки, потому как, ну в битвах, но она очень сильно нагибает, и она мне очень сильно мешает. И соответственно в моем гараже просто не может быть такого, чтобы у меня не было красочки там от какого-нибудь пушки, и в общем-то все. Больше всех мне понравилась там такая красочка как тигр. Ну я не знаю как она точно называется, я не учил сами названия, но красочка сделана под тигра. В ней там 40% по-моему от самого молота, потом там от эзиды, и еще вроде бы от смоги. Красочка очень интересная, мне она понравилась прям сразу же, и я ее в скором-то времени приобрету. Что мы видим? Сейчас у нас на карте идет такая вот односторонняя игра, и красные побеждают, захватив тем самым точку, и даже вот не особо вот так вот противник создает сопротивление, но я думаю они все-таки соберутся, потому как, ну смотреть как одна команда будет выигрывать без сопротивления, ну не интересно. И что ж, что вообще можно сказать по такой вот карте как полигон? Да, все мы с вами начинали именно вот с таких карт, как тишина там, остров, ферма, полигон там, пустыня, ну я не знаю как все, но я начинал именно с этих карт. И что же вот могу сказать именно по этой карте? Карта совсем недавно была изменена, как и все там остальные, такие как тишина там и далее, и по-моему даже все были карты изменены, но не в том суть. Эту карту вот разработчики решили изменить, сделав такие вот незначительные изменения, а в плане вот этого вот бордюрчика, которого изначально, когда я приходил в проект, его не было. Там была такая огромная яма, если вот мне надо было самоуничтожиться при голде, либо же самоуничтожиться и не дать килл своему противнику по таблице там, ну в общем-то я прыгал в эту яму, самоуничтожался, и теперь вот такого не получится у меня сделать. Закрыли абсолютно всю карту, с нее нельзя, если только вот там вот на той подъемчике, где сейчас стоит хорнета рейса, там еще есть такое открытое пространство, и там можно это сделать, но в основном на всей карте, вся карта закрыта вот этим вот подъемчиком, ну не подъемчиком, вот этим вот, вот этой вот оградой. Также я заметил такое вот изменение, как, например, перед тем подъемчиком, где стояла рейса, там есть небольшой проезд. Сейчас я вам его, конечно же, покажу и расскажу немного о нем. Вот видите, вот можно проехать по этому объезду и там попасть за вот этот вот коричневый домик. Я думаю, объезд такой вот хорошо продуманный, правильно его что сделали, потому как многие игроки любят играть на полигоне, не только на таких вот пушках, как Гром, там Смока, ну и другие такие вот значительные пушки ближнего действия, но и на рейсах, там на шафтах, поэтому именно вот этот переулок, проулочек был сделан именно для них. Тут можно поставить на время минку и играть либо с этой стороны, либо с той стороны. Я думаю, разработчики хорошо подумали, учли мнение людей, которые, наверное же, предложили нам его. И как мы видим сейчас у нас на карте голд, да-да, уже вот третий ЛП подряд у нас падает золотой ящик. Но, как мы хорошо смотрим ЛП, и, конечно же, видим, что саму зону упадения ящика я еще не обнаружил. И, соответственно, я не знаю, где он падает, а падает он вот уже рядом, и мы постараемся, ну давай же, у мамонта просто сногсшибательная скорость, и мы попробуем его взять, но мы его не смогли взять. Как всегда, там стал Титан, который просто не дал мне проехать, но я, соответственно, не огорчаюсь, потому как за свою игру, за свои 4 года игры я наловил предостаточное количество этих золотых ящиков, и поэтому я к голдот отношусь спокойно. Если не поймал, ну что ж, это был не первый, не последний, если сегодня не поймал, поймает там какой-нибудь другой день, в общем-то, не суть. Но я думаю, голд будет еще, потому как битва активная, мы видим, все активно играют, все занимают точку, фонд растет просто сногсшибательно, уже 5000, я заходил, было, по-моему, 1500. Я думаю, будет голд еще один, будет 2 голда, потому как, если вы смотрели 4-й ЛП, то там было аж 3 голда, но, к сожалению, 3-й голд был уже после постановки флага, и поэтому 3-й голд можно и не считать. Но в самом сути, я думаю, вы поняли, что голды падают независимо от желания там, от фонда, то есть это совсем получается случайно, он может упасть, может не упасть. Что же мы видим по игре? Как мы видим, синяя команда, как я и предполагал, нам оказывает хорошее такое сопротивление. Сейчас они захватили точку и сидят на точке, не дают нам просто ее захватывать. Они всей толпой идут именно на нее, и, как мы видим, моя команда что-то вот остерегается их, не спешит идти на точку. И это, конечно же, плохо, потому как на такой карте, как полигон, занимать точку постоянно, это вот самое главное такое преимущество. Если ты занимаешь точку и летишь на него всей толпой, то, соответственно, и победишь ты тоже. Это будет, наверное, 100%, потому как, ну, команда противников не успеет просто ничего сделать, не успеет, она будет приезжать на точку, но тут будет толпа и их будет разбирать. Ну, это не всегда, конечно же, но в основном залог победы на этой карте, и особенно в такой вот битве, как захват точек, залог успеха лежит именно в захвате, в постоянном захвате точки. Сама игра идет до 101 точки, но, думаю, по времени хватит записать, приблизительно 20 минутку, чтобы вам было интересно смотреть, и, соответственно, было немало, и, в общем-то, думаю, у меня все получится, и по времени выйдем мы как раз в то нужное отрезок времени, который нам и нужен. Сейчас уже фонд битвы 6 тысяч, я же говорил уже, что фонд растет в этой битве очень и очень быстро, и я думаю, фонд будет около 10 тысяч, и поэтому мы его просто должны, обязаны забрать, не дать его противникам, оказать им большое сопротивление, и, соответственно, не дать им победить. Сейчас мы всей командой просто навалились на эту вот точечку, захватили ее, и, 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 как мы видим, зря я одел изумруда, тут я предполагал, что будут такие вот пушки, как твинс, там гром, но таких пушек у нас, к сожалению, на карте и нету, поэтому, возможно, таки я и переодену эту красочку на более такую вот подходящую, как, например, Инферно, там, либо же Саванну, но это будет чуть-чуть попозже, если вдруг я не смогу уже противостоять своим противникам, то, конечно же, я переодену ее. Сейчас, как мы видим, враги опять же захватили эту точку, навалившись на нее почти в 5 танков, но, к сожалению, у них не хватает такого вот... такой вот... заговорился, забыл, что хотел сказать, но, в общем-то, не хватает им более танков, мы превосходим их по количеству танков и, соответственно, выигрываем на данный момент со счетом в 10 точек. Сейчас мы видим, один игрок просто стоит на АФК, я вот не люблю, когда, например, в моей команде там стоит какой-нибудь игрок на АФК, то есть, смысл было заходить в эту битву, если ты вот зашел в битву, начал стоять, и либо это мульт, либо, я не знаю, но, по-моему, с нашей стороны мультов не было, хотя я не могу это утверждать, но, в общем-то, не нравится мне, когда заходит игрок, просто стоит он, ты мешаешь как своей команде, так и не даешь им просто победить в такой вот интересной битве, и, соответственно, многие расстраиваются, потом... потом, 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 у нас опять второй гол, видите? Я прям предсказываю, я как Ванга просто предсказал это выпадение второго голда, и сейчас мы постоим именно вот с этой стороны, потому как мы видим первый раз за свою... за свою историю снятия ЛП я заметил эту вот зону выпадения ящика. Как мы видим, фриз просто нагло не даёт нам и-и-и-и... но мы должны просто... нет, нас выталкивают, и, к сожалению, не я беру этот голд, сейчас я опять зароковал, но не повезло-то, в общем-то, мне взять этот второй голд, но я надеюсь, ещё будет один голд, не сочтите меня за таким вот требовательным, но я всё-таки буду надеяться, буду ждать именно ещё одной третьей надписи, потому как смотреть вам битвы, где постоянно сыпятся голды, я думаю, вам очень интересно, а, соответственно, мне везёт именно на такие битвы находить их среди кучи именно золотые битвы, потому как, если я вот не снимаю ЛП, то если я играю на обычных битвах, там, рандомных, то я с очень, ну, редко очень вижу такие вот битвы, где выпадают голды. Это прям, не знаю, везение какое-то, либо чистая случайность. Сейчас наши противники просто валятся на точку, пытаются её захватить, но мы выигрываем всё-таки уже с 14 точек, и я думаю, мы сможем всё-таки затащить именно в этой битве. Что вообще могу сказать о такой пушке, как Твинс? Ведь я её, скорее всего, не случайно таки выбрал именно на полигон. И да, сказать могу только одно. Эту пушку я очень люблю, любил, и играть начал я именно на ней. Хотя вот если вспомнить, почему я её выбрал, я, по-моему, колебался в выборе, либо там Фреза, либо Твинса, и, по-моему, я выбрал именно Твинс, потому как на то время, после ребаланса, он очень сильно нагибал, считался такой вот, как вам сказать, мощной пушкой, просто всех разбирал впрах и прах. И так вот, я на ней играл, долго очень играл я на ней, она мне очень понравилась, и в основном на полигонах я играю тоже на ней. Что сказать вообще по пушке, так это, её тоже изменили. Изменили многие пушки, такие как огнемёт, там, шалтит, и изменения коснулись такой вот пушки, как у меня, вот Твинс. Её вообще так подрезали, порезали её. Чувствуется очень, что уменьшили ей наносимый дамаг. То есть, если раньше там, например, хватало около 10 шариков для сноса там, любого корпуса, среднего корпуса, либо маленького корпуса, то сейчас шариков, наверное, 20, а то и 30 нужно всадить именно в корпус, чтобы уничтожить его. В общем-то, ну, думаю, если разработчики решили её подрезать, значит, это было справедливо, потому как, я не буду скрывать, раньше она нагибала, и нагибала конкретно. Поэтому, чтобы она не выходила за рамки наносимого урона, и поэтому разработчики правильно сделали, что подрезали эту пушку. Но, как мы уже все давно привыкли к ней, не особо так и ощущаем этого среза пушки. Я думаю, она всем очень нравится, как и мне, и на ней довольно-таки комфортно играть в таких битвах, как вот, например, полигон. Сейчас, как мы видим, синяя команда чуть-чуть посыпалась. Некоторые игроки выходят, другие заходят. И, что можно сказать, хотя нет, она не посыпалась. Как мы видим, синяя команда смогла захватить точку. Сейчас она её немножко держала, но совсем немного, и, к сожалению, для них, к сожалению, они теряют её. Мы её захватим и будем господствовать на ней. А если посмотреть по моему ОП, Мамонта Твинс держится на такой карте, как полигон, довольно-таки устойчиво. Не уступая таким пушкам, как, например, Смока и другие, тем более, это битва как ББП. Соответственно, тут пока можно судить только по характеристикам пушки, там, корпусам. И я скажу, не бойтесь брать Твинс на полигон. Он совсем не уступает другим пушкам, и на нём можно нагибать и ещё раз нагибать. Как мы видим, меня снесла рельса. Она просто так вот мастерски взяла и сквозной пробила два корпуса. Сейчас опять синяя команда захватила точку. Уже на точке почти вся команда. Я думаю, они собрались, договорились в своём чате, что нужно всем валить на точку и, соответственно, побеждать. Но недолго так их музыка играла, мы вернулись, вернули своё преимущество и начинаем выигрывать уже с ощутимым счётом, таким как 79, уже, наверное, будет сейчас 80 к 56. Тут у меня подскакивает FPS. Почему? Опять же, не знаю. Я вот вроде бы антивирус-то я отключил, да, на игровой режим. У него там я всё-таки нашёл такой вот режим, как игровой, чтобы он не лез в игру, чтобы он её не проверял и доверял ей. И я смог комфортнее и более играть. Но почему-то всё-таки FPS подскакивает. Значит, либо не в этом причина была, ну, в общем-то, ещё по ещё чуть-чуть. Может, всё-таки разберусь, в чём причина. Ну, сейчас, как мы видим, он нормализовался. Хотя, нет, всё-таки есть чуть-чуть подёргивание. Я попробую сейчас убрать некоторые параметры. Вдруг станет лучше. И да, вот, как мы видим, стало лучше. Поэтому буду играть на них до конца этого LP. Сейчас мы видим, синяя команда чуть-чуть уже начала сыпаться, потому как мы прочно стоим на точке и не даём им просто её захватывать. Что вообще сказать о таком режиме, как точки? Этот режим я, в основном, играю довольно-таки редко, потому как мне нравится более захват флага там, либо же сам за себя. Но сам режим захват точек был, как я вспомню, добавлен около года назад, и он пользуется такой вот популярностью. Практически вот после добавления форматных битв я замечаю почти по штук 20-30 битв на полигоне, там, на других картах, как хрэ-вэ-ре. Я не знаю, я попробую поиграть именно в такой вот битве, где форматная битва хрэ-вэ-ре, и на таком вот, например, карте, как полигон, там, тишина, то если мне понравится, я запишу для вас тоже LP. Я думаю, вам будет нравиться. И если вам вообще нравится вот такой вот формат битвы, как захват точек, то, конечно же, говорите, я учту ваше мнение, всё прочту, и, соответственно, буду более так вот снимать LP именно по такому формату, уделять ему внимание. Либо же, если вам там нравится, например, когда я снимаю там захват точек, ой, захват точек, захват флага, где идёт мясо, там, наркобой, то, конечно же, и это тоже мне напишите в комменты, я прочитаю, и уже следующее LP буду, учёл ваше мнение, уснимать на таких вот битвах. Как мы видим, до конца битвы остаётся совсем чуть-чуть, а это, как ни мало, 13 точек, и я думаю, тут осталось минут до конца LP, минут 5, и я думаю, вам хватит этого времени, что сейчас вот я играю, чтобы посмотреть этот LP, оценить его и, соответственно, высказать своё мнение. Сейчас, хотя нет, я вот не буду говорить, потому как мы видим, синяя команда стала более так вот уделять внимание точке и валиться просто на неё, сломя голову. Что ещё можно сказать, например, по изменениям такой карты, как вот полигон, а то я начал говорить и не договорил. Я ещё вот, если вот посмотрим за моей спиной, сейчас находится закрытый участок, на котором мы раньше могли пробираться на таких вот маленьких корпусах, как Hornet, например, либо Wasp. мы надевали этот корпус по маленькому бортику, просто проезжали, а там в конце мы помогали себе рельсы и оказывались на таком вот кемперской площадке, которая находится сейчас за домом, и оттуда просто занимали, её лупили и получали, соответственно, набивали хорошее ОП и получали хорошие очки. Но сейчас эту позицию для нас, к сожалению, закрыли. Хотя я не знаю, почему разработчики решили её убрать, её можно было оставить, она была такая вот интересная, и все, ну не все, скажу, а те, кто любил, например, понагибать именно на кемперской позиции, то лезли туда. А сейчас, к сожалению, можно зайти на неё по такому вот подъёмчику, который вы сейчас видите прямо передо мной, вот тот подъёмчик, вот, да, вот тот именно. Но не на таких корпусах, как, например, Викинг, Ханты, на которых можно было так же потому, потому, когда было раньше, потому... Забыл слово, извините меня, пожалуйста. Что-то вот заговариваюсь я, к сожалению. Ну, в общем-то, можно было пробираться именно на таких вот корпусах, как Ханты, Хантер, Викинг, с помощью нитры, там, дашечки, и сейчас, к сожалению, если вы не участник там какой-нибудь команды паркура, вы не сможете пробраться на неё, на эту площадочку, именно на таком корпусе. Я сам лично пробирался туда, наверное, только на вас, педохормите. Больше у меня не получалось. Ну, в общем-то, что можно сказать по игре? Я чуть-чуть ошибся. Я думал, фонд битвы будет 1010, а тут, как мы видим, все выйдут, наверное, 1015, либо же... Ну, 15 это уже много, наверное, 14 будет точно. И сейчас собралось тут на карте много жиг. Я думаю, если будут превосходить они нас в этой битве и инициатива перейдёт именно к ним, то я переодену красочку на инферно. Постоим, вот, понабиваем АОП, поубиваем, набиваем фраги, именно вот в такой вот позиции, где нас мало кто сможет достать, а мы, соответственно, можем достать всех. И сейчас меня жарит вот эта вот жига, прям с одного баллона вынесла целый мамонт. Добавили ей урона, потому, как я помню, раньше она не могла вынести целый корпус с одного баллона, всего лишь наносила, ну, такой вот ущерб, как, например, пол-ХП, но не полный баллон. А уже потом я догорал, танк догорал, и потом, ну, в общем-то, добавили ей баллоны, и это вот чувствуется. Сейчас остаётся буквально 6 точек. В общем-то, если вам понравилось это ЛП, то ставим лайки, подписываемся на мой YouTube-канал, все ссылочки будут в описании под видео. Также вступаем в мою группу ВКонтакте, где собраны все важные новости, которые выходят на моём как YouTube-канале, так и вообще. В общем-то, все эти ссылочки на YouTube-канал, на моё сообщество, будут в описании под видео. Ну, и, в общем-то, сейчас... Да, рано я начал, потому как мы видим, у нас очередной голд, третий голд в этой битве. Я уже, конечно же, не ожидал его встретить, но, как мы видим, он всё-таки выпал, и меня опять... Извините, мне позвонили на телефон, поэтому мне пришлось чуть-чуть отвлечься, и сейчас мы должны увидеть зону выпадения ящика, или... Он опять падает, и опять падает не на меня. Я не смогу на своём корпусе добраться до него, и да, как-то мне вообще не везёт на голды, как вы видите, уже, наверное, за 3 ЛП я просадил голда 3, 7... Ну, 3 в той, 3 в этой, одно там, по-моему, в ЛП 2. Поэтому 7 голдов, что-то, не знаю, не везёт мне. Можете писать комментарии, типа, я там, ну, всё такое, я не обижусь, это... Если так и есть. Сейчас мы уже закончим битву. И, как мы видим, ещё один голд. Ребята, это четвёртый голд. Напишем, отдайте точку. Отдайте точку, потому что, если мы сейчас просто закончим битву, и голд, соответственно, не выпадет, и он будет падать опять в том же месте. И это будет четвёртый голд в этой битве. Представляете, ребята, четвёртый голд. Я ещё ни разу такого вот битвы золотой не встречал. Сейчас, ейджа, викинг, что ты делаешь? Викинг мой... Ну, просто-напросто взял меня, поехал назад, соответственно, меня подвинул от голда. Я не знаю, что ты... Ни себе, ни людям это называется. Я просрал ещё один четвёртый голд в этой битве, но, в общем-то, я думаю, больше голдов в этой битве уже быть не должно, и поэтому нужно будет заканчивать ЛП, забрать фонд и огорчённо идти дальше отдыхать, например, не знаю, либо идти в другую битву, попытаться поймать там голд, не снимая ЛП. Но сейчас последняя точка и... 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 и да. Битва закончилась, я на пятом месте с УП1-17. Ну, в общем-то, битва была интересная. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. В общем-то, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok